Еще одна околополитическая тема, опять-таки, через призму войны, это выборы, о которых так много говорят в последнее время. Вот Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в следующем году, если война не закончится, если удастся организовать этот избирательный процесс. Зеленский говорил о том, что на это нужны деньги вначале, наблюдатели на фронте, возможность баллотироваться тем, кто нынче служит, как будут голосовать беженцы за границей. И вот американский сенатор Линси Грэм, который побывал в Киеве, уже даже сказал, что ничего, с деньгами, мол, поможем. В Твиттере предложил чуть ли не скинуться друзьям Украины для того, чтобы мы могли провести демократические выборы. Вот вы говорите, что лошадей можно менять на переправе. Однако, как вы считаете, в контексте войны, если говорить и о безопасности, и о том, получится ли эти выборы организовать, как вы считаете, стоит это делать или нет? Сложный вопрос. Он такой, ну, все зависит от ситуации, в которой в данный момент находится фронт. Именно все от фронта зависит. В тяжелой ситуации фронт, ну, однозначно никаких выборов проводить нельзя. Как бы нас, допустим, не прессовали на эти выборы, если даже, я хотя, кстати, не вижу большого пресса. Несколько заявлений в прессе от одного до двух человек, и опять в контексте того, что демократия превыше всего. Ну, то есть, в таком режиме, так любого человека, демократического общества, спросите, он однозначно скажет, что выборы должны быть, потому что демократия превыше всего. Мы находимся в серьезной ситуации, здесь дело не в конях же, то есть, совсем в другом, в кресле. Неважно, кто в этом кресле находится, есть такое, что такое кресло, это функционал. Это функциональные определенные обязанности, которые выполняет, в принципе, все равно, какой человек. Он должен выполнять определенные функционалы, пока он его выполняет, он профпригоден в этом смысле. Если он его не выполняет, вот это другой вопрос, тогда его функционал распределяется между другими участниками исполнительной законодательной власти. У нас это, кстати, определено в Конституции, то есть Янукович убежал, мягко так скажем, убежал. Его функционал распределился между тремя участниками. Это между председателем Верховной Рады, Конституционным судом и правительством, то есть премьер-министром. Этот механизм работает и, в принципе, он без проблем отработает, если возникнет такого рода необходимость. Но именно выборы, как таковые перевыборы при выполнении боевых задач, вот как сейчас, особенно вот как в данный момент, то есть у нас довольно-таки сложная ситуация. Терять, вернее, или перезаряжать функционал, ну точно не стоит. Потому уже тут, получается, пока воюем, пока у нас горячая фаза, реально горячая фаза, тут пока не до выборов президента и не до выборов, в принципе, Рады, то есть ни одно, ни другое, выборов как таковых. Если будет какая-то плата, разная же может быть, то есть разбили россиян, выставили их за территорию Украины, но война продолжается на границе, причем война такая, как она была там, вот 8 лет по Донбассу, примерно такая, то есть не горячая фаза, тогда можно проводить выборы однозначно. И опять же, все, еще раз повторю, все будет зависеть от подготовки к выборам, как наши партнеры к ним отнесутся. На них тоже надо смотреть, потому что выборы внутри страны это одно, а признают их или нет общество, это, вернее, международное сообщество, это совсем другое. Выбранный лидер, которого не признает сообщество мировое, это не лидер как таковой, то есть это пустышка. Потому здесь очень много таких моментов, здесь нет, я думаю, такого ответа линейного, наверное, нет. Сейчас точно не надо этого делать, ну, по крайней мере, я так вижу, на данный момент не надо. Друзья, тоже ваше мнение, пожалуйста, за кого бы, например, проголосовали, если бы были другие кандидатуры, кроме Владимира Зелянского, будет любопытно почитать, пожалуйста, оставляйте ваши мысли в комментариях. Вот, кстати, о событиях на фронте. Силы обороны, как пишет Wall Street Journal, прорвали так называемую линию Суровикина, мне очень понравилось это название, на юге страны, к востоку от недавно освобожденного Работина. Два месяца шли бои, в итоге Работина, силы обороны освободили, враг продолжает артиллерии поливать просто населенный пункт, однако продвигаются силы обороны. Как пишет Wall Street Journal, большое значимое событие, которое даже изменило мнение некоторых администраций на Западе, которые ранее скептически относились к результатам украинской летней наступательной кампании. Хотелось бы вашу оценку услышать того, что сейчас происходит на юге, вот о динамике. Тяжело. В течение трех месяцев украинские войска прогрызали линию обороны, причем сначала это линия обеспечения, так называемая, это там, где минные поля, там, где инженерно-техническое сооружение перед окопами российскими, а и эта линия обеспечения, она там, наверное, миллиарды долларов стоила россиянам, так как там мин столько, ну, просто неимоверное количество было. Еще и сверху полито они закрывали РСЗО дистанционным минированием, то есть там очень серьезная линия была. Мы ее прошли, мы ее прогрызли большими усилиями, потерями, большими потерями она была вскрыта, пройдена. Мы уже зашли на первую линию, уже дошли до второй линии, сейчас над второй работаем, то есть уже вдоль нее идем. Работе на это был такой опорник, опорный, большой опорный пункт между первой и второй линией. Вторая линия, это линия, я бы сказал, линия поддержки первая, они со второй линии постоянно выдвигались на первую линию, поддерживая тогда, когда мы прорывались или выходили на окопы. То есть вот так использовалась вторая линия, потому там не было большого количества минных полей, практически вообще не было, им нужно было двигаться между линией обеспечения, вернее, линией поддержки и первой линией. Вот это обе линии сейчас скрыты нашими войсками, мы двигаемся вдоль них, расширяя плацдарм. Вот почему пошли не на Новопрокоповку, в сторону Токмака отработи, а пошли под 90 практически градусов. То есть не клин правильно выбиваем для того, чтобы не оказаться в окружении, ну как бы в клещах, да? Конечно, да, так и есть, чтобы наши головные части потом не сдавили с флангов и не отрезали, не взяли в окружение. То есть только для этого. Сейчас расширяем плацдарм. Он должен быть расширен по науке где-то километров до 20. Ну это минимум километров 20 для того, чтобы можно было следующий шаг делать и дальше расширяться. Причем расширение идет правильно на восток, в сторону Полог, на Пологи, на Гуляйполе. То есть в эту сторону идет расширение. А общий клин, скорее всего, будет идти даже не на Токмак и Мелитополь. Мы будем их обходить, и это правильно. Пойдем, скорее всего, на Азовское побережье, в район Приморска. Это между Бердянском и Мелитополем. А вот таким широким клином расширяющимся. Потому сейчас идут так называемые подготовительные операции для уже ввода оперативных резервов. Оперативные резервы могут вводиться уже в ширину фронта где-то километров 20. Для чего? Для того, чтобы армейская артиллерия не могла с двух сторон сразу работать. Даже если с одной, мы в контрбатарейке можем потушить. Но если с двух сторон сразу работает, то это уже очень сложное продвижение. И опять будет много потерь. Поэтому сейчас вот этот режим идет. Ну, я думаю, в ближайшее время мы увидим и движение дальше, на юг, в сторону Приморска, скорее всего. Вот, кстати, о потерях. Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал о жертвах в рядах украинских защитников. По его словам, заявление New York Times о том, что Украина потеряла только погибшими 70 тысяч военнослужащих, очень преувеличены и неправдивы. Цитата такая. «Наше войско не так велико, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных». Вот конец цитаты Данилова. Тем временем New York Times ценила потери россиян в два раза выше. То есть даже если они говорят, что 70 только погибшими у нас, то 120 тысяч человек они посчитали в рядах оккупантов. Вот я сейчас даже понимаю, что никто наверняка не знает точное количество потерь, я имею в виду, кроме определенного круга людей. Однако вот эти цифры ведь они откуда-то берутся. И вот это вот соотношение 70 с нашей стороны, которым пишет New York Times, которое не соответствует действительности по мнению Данилова, по словам Данилова, и 120 с той стороны. То есть почти в два раза больше жертв среди оккупантов. Насколько вот такое соотношение может быть реальным, вот по вашим оценкам? Ну, первое, потери. Надо определиться в терминах. Дело в том, что потери, они разные. Они пишут именно погибшими, 70 и 120. Ну, если погибшими, ну, это нереальные цифры. То есть у нас реально такого количества на боевых столкновениях не выходило. То есть это слишком много. Это не вторая, не первая мировая война, где воевали миллионами. Здесь в этой войне воюют малыми топтическими группами. Малая топтическая группа – это от 10 до 30 человек. От отделения до взвода. Максимум – это максимум. Штурмовая рота выходит – это до 100 человек. Ну, вот 70 тысяч разделите на 30. Представляете, это сколько атак надо было? То есть, ну, это просто нереально. Даже если всех убили, называется, так это сотня атак в сутки. Это просто нереально. Ну, есть вещи, которые просто нереальны. Потому я не думаю, что… Потому и Данилов говорит, что это слишком много. У нас действительно нет такого количества людей, чтобы столько погибло. А 120 тысяч убитыми россиян – реальная цифра, как думаете? У россиян количество, да, если считать по количеству привлеченных вооруженных сил при выполнении боевых задач, то у них именно привлеченных в 3-5 раз больше, а то и в 7, чем у нас. Потому там количество потерь довольно-таки серьезное. Может быть и 120. У нас, допустим, миллион человек под ружьем стоит, но это миллион человек, которые внесут службу рядом с ПМР, допустим, Приднестровской Молдавской республикой. А там несколько сотен километров. На севере Украины вдоль границы Украины-Белорусской – тысяча километров. У нас еще есть граница, которая тоже горячая между Украиной и Россией, сотни километров. Везде же стоят войска. Естественно, войска стоят и в центре страны. И из этого миллиона, который под ружьем, выполняет боевую задачу, ну, несколько десятков тысяч. Именно на линии боевого столкновения. То есть, вроде как большая цифра, но именно там выполняет задачу определенное количество личного состава. А у россиян, получается, завели они больше трехсот тысяч человек. Больше трехсот тысяч человек. Конечно, практически все они вдоль линии фронта в тысячу километров размазаны, причем на глубине всего лишь сто километров. У нас больше тысячи километров глубина фронта за... А у них всего лишь сто. Почему Азовское побережье? Они прижаты, они сами заползли в этот рукав и сто километров. А сто километров прожигается армейская артиллерия. 30 километров хаймерсами, еще 70 километров. И штормшеду, и дальними системами, которые у нас Аль-Хай есть, у нас есть Хармы, у нас есть Нептуны. И эти все сто километров уничтожаются. Потому у россиян в этом смысле эти цифры, ну, они коррелируются. Сто двадцать тысяч, триста с чем-то тысяч в боевом соприкосновении. Треть, потерь. Ну, это нормальное соотношение. Ну, и вот о том, что у нас есть напоследок. Владимир Зеленский рассказал, что украинское оружие впервые поразило цель на расстоянии 700 километров. Вот секретарь Совета на безопасности Данилов даже показал видео летящее этой ракеты. Вот попрошу его здесь показать нашим зрителям. И именно таким оружием вроде как была поражена вот эта система АС-400 в оккупированном Крыму. Насколько вообще появление у Украины оружия собственного производства, которое летит на такое расстояние, да, там, 700 километров, но, как я понимаю, речь идет не о беспилотнике. Насколько оно может поменять как-то правила игры? Ну, вот дело в том, что как раз все, что показали и сказали, это можно интерпретировать на все сразу и на определенные частности. Вот то, что показал Данилов, это старт ракеты, крылатой ракеты типа «Нептуна». Типа «Нептун» вот так стартует ракета, там, пороховой ускоритель ее выбрасывает из тубуса, дальше запускается ТРДД, турбореактивный двигатель двухконтурный, и ракета идет на дальность, сколько, в общем, сколько есть в ракете керосина, вот на эту дальность она идет. Ха-35, основная ракета, на базе которой «Нептун» построен, это все наши разработки. Ха-35, старая советская, она в основном производилась на украинских предприятиях, почему мы ее взяли за основу, сделали, создали «Нептун», модифицировали по количеству топлива, по системе управления, по боевой части стала ракета, и собрали это все в четыре, в пусковую скануку из четырех тубусов, в четыре ракеты получился береговой ракетный комплекс «БРК «Нептун». И вот эту ракету можно модернизировать, в принципе, до дальности в тысячу-две тысячи километров. Делайте ее длиннее, заливайте туда больше керосина, и двигатель, это же не пороховой. Он будет работать, он несколько часов работает, ракету забросит там на полторы-две тысячи километров. Ну, сейчас говорят, допустим, на семьсот. Семьсот, может быть, и семьсот километров такая ракета, это такого рода может пройти. Потом второй вариант – это беспилотники. Почему беспилотник семьсот километров? Пройдет беспилотник семьсот километров. Шахет пройдет тысячу километров, проходит шахет тысячу километров. Почему наш беспилотник не пройдет семьсот? Конечно, пройдет. Те же «Бобры», они доходят до Москвы, до Москвы пятьсот по прямой. Ну, «Бобры» не могут нести такой зарядки, наверное, как может нести ракета. Я вот именно о ракетах, которые могут лететь на такое расстояние, украинских. Ракеты, да, две, это две, ну, конечно, если беспилотник, у него заряд бы, ну, максимум до 70 килограмм, 40, 50, 70, 20, в зависимости от центровки, а ракета, она уже от 150 до 450 килограмм заряда может нести, те же Х-35, С-150, Нептуны уже больше, а новая ракета может реально полутонный заряд нести и выполнять боевую задачу. Но она может пройти, то есть технически это возможно, крылатая ракета на базе Х-35, технически она может пройти 700 километров, если будет доработан, вот это то, что я рассказал. Но в целом это означает, что мы можем увидеть там в каком-то обозримом будущем, да, если эта ракета будет поставлена на поток, то атаки по российским регионам могут быть уже не беспилотниками, а этими ракетами, например. Ну а зачем же мы тогда ее будем делать? Конечно, будут ракеты работать по России однозначно, 100%, и надо не забывать еще о баллистических ракетах. У нас же проект Сапсан, который мы создали, проект Сапсан, создали Гром-1, это проект Сапсан, продали Саудитам 300 километров дальности, а себе же оставляли Гром-2, это 500 километров дальности. Кстати, как раз 450 километров от границы, северо-восточной границы Украины до Москвы, потому Гром-2 еще может и до Москвы дойти. Я думаю, надо ждать россиянам в ближайшее время больших подарков, только россиянам, имеется в виду, военным объектам, легальные военные цели мы будем бить только по военным объектам. Ну на этой позитивной ноте будем ставить сегодня троеточие. Благодарю вас, Роман Григорьевич, что нашли время, еще и такие темы мы с вами животерпещущие обсудили, друзья. По поводу всех тем, оставляйте ваше мнение в комментариях. Роман Светан, военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины, военный летчик, сегодня присоединялся к нам. Лайк поставьте этой беседе, а также Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, в гостях у Гордона, YouTube-канала, не забывайте. Роман Григорьевич, благодарю вас еще раз, друзья, спасибо, что были с нами. До свидания.